Почему мужчина не хочет, чтобы женщина развивалась? Это ревность к тренеру. О, а там классный тренер. О, а там классный тренинг. Нет! Ну, старается всеми силами ее туда не пустить. Должна сидеть дома. Ты не должна развиваться. Учат мужчины пользоваться, разводить на деньги, получать от него больше, чем сама женщина отдает. Не против него, не лучше него. Я сам этого не делаю. Ему не нужна женщина, которая деградирует. Привет! Меня зовут Ярослав Самойлов. Я психолог, эксперт в отношениях. И прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно смотри это видео до конца. В этом видео я хочу перечислить ряд причин, почему такое может происходить и чтобы понимание каких-то из этих причин помогли улучшить отношения с мужчиной либо же, возможно, пригодятся тебе в дальнейшем. Потому что причины могут быть как объективны, так и не объективны. Итак, первая причина, почему мужчина не хочет, чтобы ты развивалась, потому что он боится, что ты станешь умней, боится, что ты перед тобой сложнее, можно будет управлять. Боится, что, например, сейчас у вас в отношениях, в которых ты от него зависишь, ему удобненько быть каким-то тираном, удобно, когда классно чувствовать, что ты зависима от него, и он эту зависимость использует в негативном ключе. Не путать с той ситуацией, когда мужчина тебя обеспечивает с удовольствием и не использует это в негативном плане, не упрекает тебя, не заставляет тебя делать то, что тебе не нравится, не ограничивает твою свободу. А как раз вот зависимость, это когда мужчина тебя чем-то ограничивает, ну, например, он что-то делает хорошее, но при этом говорит, ты теперь должна сидеть дома, ты не должна развиваться. Поэтому одна из причин – это страх. Просто тупо страх, что ты там где-то на стороне в развитии узнаешь что-то большее или вдруг осознаешь что-то лишнее, и он потеряет над тобой контроль. Вторая причина – это то, что мужчина сам не развивается, он сам не хочет развиваться, и он сам негативно относится к развитию. Ему кажется, что нужно жить вот сегодняшним днем, как-то жить как все, а вот это какое-то там развитие, тренинги, что-то там на стороне – это что-то плохое. Я сам этого не делаю, и поэтому не заинтересован в том, чтобы и ты это делала. То есть, по сути, это причина, когда мужчина сам не настроен на развитие, он сам негативно относится к собственному развитию, и свое мышление, свою ограниченность он навязывает своей женщине. Третья причина – это ревность к тренеру, ревность к какому-то учению, в котором ты хочешь развиваться. Почему это часто происходит? То есть, каждый мужчина сам хочет быть в такой роли учителя для своей женщины. Это такая мужская потребность, что я как бы с ней делюсь опытом, она у меня учится. Это так приятно быть таким мужчиной возле такой женщины. Ну, мало женщин, которые позволяют своему мужчине так проявляться с ней в отношениях. Поэтому происходит так, она его не слушает, с ним часто спорит, его там часто упрекает, не считает его там своим каким-то учителем, своего мужчину, и при этом говорит, «О, а там классное обучение», или «О, а там классный тренер», «О, а там классный тренинг», да, и по сути мужчина пытается ограничить ее от этого обучения просто тупо, потому что он ревнует, потому что у него чувство собственничества и ревности. И даже он, может быть, понимает, что там что-то хорошее, но он «нет», ну, старается всеми силами ее туда не пустить. Поэтому это ревность. А причиной этой ревности недостаточное признание этому мужчине. Четвертая причина – это, если мы говорим про развитие женщины на тренинге, это негативное мужское отношение к женским тренингам. Негативное отношение. Почему? Потому что есть много женских тренингов, которые учат мужчины манипулировать, учат мужчины пользоваться, разводить на деньги, получать от него больше, чем сама женщина отдает. И, возможно, это негативное что-то, он прочитал где-то в интернете. Может быть, это что-то негативное он услышал от друга. То есть, мужчина, может быть, в целом и открыт для твоего развития, но у него есть какое-то стойкое негативное убеждение о женских тренингах. И поэтому он, это тоже может быть одной из причин, почему он вроде бы как кажется против твоего развития. Следующая причина – это когда мужчина знает, что происходит на нормальном женском тренинге. И он понимает, что на нормальном женском тренинге что говорят? Что мужчина должен зарабатывать деньги, должен нести ответственность, как бы не очень, когда мужчина живет на женской территории. То есть, это похоже на первую причину, но это чуть другое, я более детализирую. То есть, он понимает, что она сейчас пойдет на женский тренинг, где расскажет все, как есть на самом деле. И она узнает, что оказывается возле нее слабый мужчина. Узнает, поймет, что я тобой пользуюсь. Да, это мужчина пользуется женщиной. Она на женском тренинге узнает, что 50 на 50 – это как бы не очень гармоничные отношения. Или жить на территории женщины – это не очень гармоничные. Он понимает, что где он потом будет жить. Это ему придется там 2 раза больше работать. И если он в этом не заинтересован, конечно же, он будет тоже против твоего развития. Поэтому, исходя из этих причин, я дам некоторые рекомендации, что же делать в таком случае, если же ты все-таки хочешь развиваться. Первое, что нужно сказать, ни в коем случае не нужно восхищаться каким-то тренингом, учением, либо тренером, либо учителем. Нужно как бы позиционировать, что, дорогой, ты у меня умный, и самый лучший мой учитель – это ты. И знаешь, вот я там послушала какой-то тренинг, и я поняла, насколько я была там, чуть неправильно мыслила, и еще больше услышала подтверждений твоих мыслей, и еще больше поняла, насколько ты прав. И я хочу там стать еще более мудрой женщиной. То есть, ты должна позиционировать какое-то обучение, как будто бы обучение, то обучение на его стороне, ни против него, ни лучше него, ни что-то такое, вау какое-то. Ты ему не говоришь, вау какой ты, а обучение вау какое, понимаешь? И, конечно же, это будет вызывать его негативные реакции. Если коротко, то примерно так. И при этом ты должна понимать, что если ты умеешь создавать классные отношения, тогда, в принципе, вот за тебя мужчина, который открыт для развития. И для того, чтобы мужчина еще более, ну так сказать, продолжал, был открыт для твоего развития, нужно, чтобы, знаешь, если очень часто такое было, у нас есть платная программа Путь женщины, когда мужчина вначале был против, но когда он начал видеть положительные изменения женщины, он потом за другие ступени Путь женщины сам ей заплатил, потому что у него было какое-то негативное мнение, он увидел положительные изменения в итоге в своей женщине, и понял, что в это есть смысл даже инвестировать, что это не так, как он себе представлял. Ну и глобально, в нормальных отношениях, конечно же, мужчина открыт для развития женщины. Почему? Потому что в нормальных отношениях мужчина сам развивается, ему не нужна женщина, которая деградирует. А у тебя только два варианта. Либо ты развиваешься, растешь, либо ты деградируешь. Более подробно, у нас есть бесплатный онлайн-курс «Мужчины. Честная инструкция», где мы разбираем темы, как перезагрузить непонятные отношения, как привлекать достойных мужчин и сделать правильный выбор. Как создавать по-настоящему счастливые, классные отношения. Это мы делаем на протяжении нескольких вечеров, насыщенных, концентрированных. И то, что ты можешь услышать бесплатно, это очень ценно и гораздо полезнее, чем многие даже платные тренинги других тренеров. Поэтому прямо сейчас кликай по ссылке и успей записаться на курс бесплатно. Если это видео было для тебя полезным, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и пиши в комментариях вопросы, на которые буду отвечать в следующих видео.